Буквально полтора слова. Скажите нам о том, ленинградцем или москвичем вы себя больше чувствуете? Ну, конечно, ленинградцем. Прямо буквально вопрос-ответ. Конечно, ленинградцем. Естественно. Обидно, но принимаем. А что обидно? Ну, а вот, в Москве, в Москве, в Зеверти. Блокада. Все, национальность. Один раз. Понятно. И скажите тогда еще, пожалуйста. Вот, вы нам известны в двух апостасях. Ученый и поэт. А сами вы кем себя больше ощущаете? Это не мое дело ощущать. Это все зависит от того, кем меня ощущают окружающие. Если мои коллеги считают, что я поэт по науке, а поэты считают, что я ученый, тут меня и крышка. Это надо у них спрашивать. Понятно. При случае спросим. И еще, Александр Васильевич, мы знаем, что вам повезло в жизни дружить с очень интересными, талантливыми людьми. Вот, ну, буквально, к сожалению, опять же, время будет время, но скажите буквально два слова о своих друзьях. Нет, их было так много и так много. Вот, например, замечательный историк Пушкина Тальбан, без времени ушедший из жизни, не дожил до 60 лет. Он слыл целой приятной, замечательной книгой о русской истории 19 века. Его книги о Михаиле Лунине, его книге о Герцене про самодержавие, книге о Грань веков о Павле I. Не говоря уже о замечательных работах о Пушкине, Пушкине, Декабристке и так далее, и так далее. Золотой фонд русской истории. Глеб Сергеевич Семенов, наш педагог, я о нем уже рассказывал. Борис Луцкий, который считался моим ментором, замечательный русский поэт фронтового поколения, вообще один из крупнейших поэтов 20 века, сейчас не заслуженно забыть. Давид Самойлов, 90-летие которого мы начну отмечать 1 июня, один из лучших русских поэтов и 20-х века и вообще. Но Игорь Губерман не требует особого доказательства. Я, правда, когда вел его концерты, вот на этом фотографии у нас есть, в Ленинграде сказал, что может это заменять в такой романтичный, такой возвышенный, такой пошлый, с матом и прочее, прочее. Мы, многолетние друзья, один из самых замечательных людей, которых я знаю, и один из самых замечательных поэтов, который изобрел русскую модификацию японских танков, я имею в виду четверостиши, я совершенно новая форма поэта. Не буду ничего цитировать, потому что вот он же. Могу его цитировать пусками, но боюсь, что это не будет правильный бой. Да. Юрий Шанович Гимн, ныне здравствуйте, дети присутствующие, которые я, может быть, не заслуживаю, а с твоим близким другом, а не сам замечательных, важных всех времен и народных. Человек, который может улыбаться тогда, когда скорее могут только плакать. Замечательно. А теперь я буквально бегом-бегом-бегом скажу еще вот о чем. Вы пока положите свой микрофон, я просто хочу, чтобы люди об этом знали, что, во-первых, Александр Моисеевич получил самую первую премию имени Булата Куджавы. Игорь Михайлович, дайте, пожалуйста, нам этот документ на экран. Так, проскажите. Вот он, правильно, замечательно. Второе. Потому что темнее я его не видел. Мне вручили от руки написано какую-то штуку. Указ, да, указ президент. Мы нашли. Второй момент. В 2005 году была вам вручена не государственная, общественная премия от нас с вами, которая называлась «Благодарность». Это как раз момент вручения. Володя Дашкевич, что ли? Дашкевич, да, Владимир Сергеевич вручает вам премию вот на этой самой сцене. Еще о чем люди, может быть, не все знают, о том, что на сегодняшний день где-то в созвездии лесов имеется планета, которая тоже называется вашей фамилией. У нее такая же фамилия, как у вас. Да, на самом деле, это малая планета, солнечная система. Еще один катер, дайте, пожалуйста, Галифович, следующий. Вот здесь более понятно. Нет, тоже мало понятно. Это сертификат. Ну, в общем, сертификат, короче, подтверждающий, что все это действительно имело место быть. Вот с каким человеком мы рядом с вами существуем. Еще вы слышали перевал на Восточном Солене названный. Тоже есть сертификат. Вот тоже приятно, конечно. Вот вы такие люди, что нам на все нужен документ. Вот документ нашли, сказали. Нет документа, не знаем. Но мы поищем. Есть. Огещаю, поищем. Айсен Моисеевич, вот дальше, бегом прямо. В одном из своих интервью вы сказали, что принадлежите к такому уходящему поколению, когда у каждого в детстве полагалось иметь любимого героя какой-то там девиз. Есть у вас такой герой и такой девиз? Я из того самого поколения. Есть у меня такой герой, это Роаль Таунсон, человек, открывший Южный полюс. Человек, который сформулировал очень точно одну фразу. Он сказал, что человек не может привыкнуть к холоду. Он имеет в виду не только физический холод, а вообще. Вот это очень важно. И девиз – это все тот же Платон. Все тот же Платон, который морочный голос Атлантиды. Фраза такая. Верь тому, кто ищет истину. И не доверяй тому, кто говорит, что ее нашел. Замечательно. И вы знаете, друзья, мне кажется, что если мы этими мудрыми словами закончим сегодняшнюю программу, то будем правы. Перед тем, как мы споем заключительные песни, я хотела бы вам сказать о том, что у Центра Авторской Песни, в гостях у которого вы сейчас находитесь, есть верные друзья, которые всегда, когда нам бывает особенно сложно, подставляют свое могучее плечо. В данном случае я говорю о группе компании БСС, возглавляют которой, старые КСПшники знают эти фамилии, и Аркадий Гербовицкий, и Виктор Пономарев. Большое спасибо вам, дорогие наши друзья. И еще хочу сказать спасибо участникам программы, тем, кто ее готовил. Это, конечно, и Александр Моисеевич, я вам потом еще и отдельное спасибо скажу, и Саше Костромин, и все те, кого мы с вами сегодня не видели, но те, кто упорно уже много-много-много лет трудятся на наше с вами общее дело, оставаясь всегда в тени и не показываясь народу. Но я позволю себе, даже при всем дефиците времени, сказать буквально, буквально назвать несколько фамилий. Над этой программой, над этим вечером, над тем, чтобы он получился, работали Юрий Федоровский, Анатолий Аришак, Николай Рязанский, Дмитрий Бибиков, Иван Зайцев, Галла Мургучева, Нина Игнатова, Анна Шовыш, Елена Алешина, Борис Песменный, Алена Пятницкая, ну и я, Елена Алексеева. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену постоянных ведущих еще одного проекта, который идет в этом зале каждый месяц. Проект называется «Споем вместе», и я уверена, что многие из вас являются постоянными зрителями на этом, на плечах этого проекта. Это, опять же, знакомый вам уже Александр Костромин, главный идеолог проекта «Споем вместе», и Дмитрий Мастушин, его товарищ по этому замечательному делу. Александр Алексеевич, я вас тоже прошу занять место у микрофона. И что мы сейчас будем делать? В проекте «Споем вместе» мы всем выдаем книжечки, где каждый имеет возможность посмотреть, о чем дальше речь пойдет. А у нас сейчас с вами на экране будет та самая подсказка, вы уже видите, о чем сейчас пойдет речь. Так что, поем!